Спасибо, что пришли и потратили в свою пятницу, вместо того, чтобы наслаждаться хорошей погодой. Послушаем про погоду тоже немножко и про климат. Собственно, да, не про светительство правительства, но это не так важно. Да, это была фотография, сделана, кстати, в Арктике. Одно из самых интересных таких событий, когда исследуешь атмосферу, климат. Все-таки надо не сидеть на одном месте, а куда-то выбираться и смотреть, что происходит с погодой и климатом в других местах. Да, вот спасибо, пошла презентация. Отлично. Собственно, да, тема была заявлена такая достаточно широкая. Изменение климата глазами ученых. Я себя отношу к ученым уже последние сколько, 15 лет, даже больше. Собственно, да, и вот глазами, конечно, не только представители нашей лаборатории, но глазами тысячи ученых, которые исследуют климат во всех странах, я вам постараюсь рассказать, собственно, что происходит с климатом, что нам ждать, почему происходит. В общем, давайте начнем. Вот такие вопросы я постараюсь осветить сегодня. Мне сказали организаторы, что вы люди натренированные, полтора часа спокойно выдерживайте, хотя это, конечно, сложно. В свое время тоже учили, говорили, что надо три факта сообщить, и все. Больше люди, чем три факта, не запоминают. Но сегодня будет больше фактов, поэтому приготовьтесь. Больше, чем три. Все-таки три факта за полтора часа, это, наверное, все-таки было бы очень много воды. Давайте тогда начнем. Вот, собственно, климат, земная климатическая система. С самого начала. Такое вот банальное понимание, что такое климат у всех людей. Это вот первая узкая трактовка. Все понимают, что климат — это некая средняя погода. В принципе, достаточно, наверное, правильное определение, если мы смотрим именно на коротких временных масштабах. Если мы смотрим на больших временных масштабах, то, конечно, в климат включаются не только атмосферы, то есть та оболочка, которая определяет погоду, но и другие оболочки земной климатической системы. То есть, когда говорят о климате, говорят о неком статистическом режиме, вообще вариации состояния. Ну, на самом деле, не только атмосферы, но и биосферы, гидросферы, педосферы, литосферы. Вот земная климатическая оболочка, такая простая схемка. То есть у нас вот есть атмосфера, которую мы с вами больше всего ощущаем. Есть еще гидросфера — это океан, биосфера — это растительность в первую очередь, часть литосферы — это верхний слой почвы, и у нас есть еще гляциусфера, у нас есть еще криосфера, у нас есть еще вечная мерзлота и оледенение, ледниковые щиты. И вот, собственно, баланс вот этих вот пяти оболочек определяет земную климатическую систему. Очень важно, что эта система, она внутренняя, она находится под контролем внешних факторов. Чем отличается какой-то внешний фактор от внутреннего? Нет обратного влияния со стороны системы на этот фактор. Ну, то есть нет обратной связи. Про обратной связи чуть попозже я поподробнее расскажу. Ну, например, Солнце. Климат Земли никак не влияет на Солнце, поэтому Солнце — это такой чистый внешний фактор. Ну, вот, например, посмотрим, если мы анализируем климат, важно понимать, на каких временных масштабах мы говорим. Если мы говорим о 30 годах, то, в принципе, вот так вот. Это можно говорить об атмосфере и океане. Если мы переходим на 100 лет, например, то нам обязательно надо подключать уже и глубокий океан, и, например, морской лед, и биосферу. Если мы переходим на 1000 лет, то надо уже и ледниковые щиты включать. Важно понимать, что у разных элементов земной климатической системы у них совершенно разная инерция. Например, у океана и атмосферы. Атмосфера очень быстро реагирует на все изменения у океана. Гораздо более долгая память связана с теплоемкостью, с массой океана. Например, общая энергетика океана, она в 1000 раз больше, чем у атмосферы. Но и реагирует на любые изменения океан дольше. И как бы все вот эти долгопериодные какие-то циклы, естественно, из меньшинств, они в основном как раз связаны с океаном, а не с атмосферой, обуславливаются вот этой разностью в теплоемкости. Давайте вот факторы, определяющие глобальный региональный климат. Пока не изменения, пока просто климат, сам климат. Почему в том или ином месте вот тот или иной климат? Ну, первое, безусловно, самое основное, это солнечная радиация. То есть то количество энергии, которое к нам приходит от Солнца. Вы должны, конечно же, понимать, что от Солнца приходит на какой-то круг, дальше эта радиация распространяется по шарику. И, в принципе, оценки такие, что на круг приходит 1361 ватт на метр квадратный. Ну, а на один в среднем на один квадратный метр уже Земли непосредственно надо разделить на четыре, потому что площадь шара и площадь круга как раз соотносятся как четыре к одному. Будет 340 ватт на метр квадратный. Это вот сколько приходит в среднем за год на средний квадратный метр Земли энергии от Солнца. Ну, вот для сравнения, например, поток отраженной радиации от Луны вот где-то 1 сотая ватт на метр квадратный, а тепла от такого геотермального тепла, который приходит из недр Земли, 6 сотых. Ну, то есть мы понимаем, что это даже не доли процента, это доли тысячных процентов. Есть, конечно, вот такое понимание, как энергетический радиационный баланс Земли. Чуть-чуть покажу, пугать не буду. Вот видите, много-много цифр. Приходит солнечная радиация к нам, нагревается в первую очередь у нас Земля, потому что атмосфера в основном прозрачна для солнечных лучей. Дальше Земля, в свою очередь, тоже излучает радиацию, как любое черное тело. Поскольку Земля холоднее, чем Солнце, то Земля излучает на более длинных волнах. Это так называемое длинноволновое излучение. Вот для длинноволнового излучения атмосфера уже не очень прозрачна. Собственно, атмосфера греется снизу. Вы должны понимать, что атмосфера греется не сверху от Солнца, а снизу от Земли. Это очень важно для развития вообще всех процессов на Земле, погодных, в том числе облачности, круговорота воды. Все это определяется таким очень интересным химическим составом атмосферы. На самом деле, за каждую, видите, здесь много цифр. Это одна цифра, но за тем, чтобы получить эту одну цифру, это стоят годы и годы работы, годы и годы измерений различных спутниковых, наземных и так далее. Немножко про измерения чуть позже поговорю. Ну вот, в общем, у нас вот эти 340 ватт на метр квадратный, которые приходят от Солнца, вот они таким образом перераспределяются. Есть вот еще потоки явного тепла, то есть когда просто греет за счет теплопроводности Земля-воздух. Есть потоки скрытого тепла, это испарение водяного пара, который потом конденсирует и выделяет какое-то тепло в атмосфере и так далее. Вот видите, достаточно много таких различных потоков радиационных, и вот если как-то качнуть какой-то радиационный поток туда или сюда, то, в принципе, мы получим изменение климата. Изменение климата, то есть изменение какого-то состояния климатической системы в какой-то точке или на планете в целом, или в какой-то точке. Вот важно, что модулирует распределение тепла. То есть вот я говорил, 340 ватт на средний квадратный метр, некий средний абстрактный метр. Конечно же, каждый метр на планете получает разное количество этих самых ватт. То есть в тропике, тропики, например, получают гораздо больше, чем полюс. У нас есть наклон земной оси, и у нас есть вращение. Вот они, конечно же, определяют то, сколько приходит ватт на метр квадратный. Плюс у нас еще есть распределение суши и океана. Очень важно, потому что есть такое понятие, как альбедо, отражающая способность. Она разная у воды, она разная у суши. Часть отражается. Если мы вернемся назад, вот есть вот эта вот желтая стрелочка, сразу это альбедо. Есть еще альбедо-облаков и альбедо всей планеты в целом. Распределение суши и океана и аэрография также определяют, сколько мы где получаем тепла и вообще какой у нас климат. То есть вот у нас есть приход солнца, у нас есть астрономические факторы, у нас распределение суши и океана. Вот еще немножко про, собственно, сам радиационный бюджет. Один – это кратковолновая радиация, два – длинноволновая. Вот видите, вот здесь у нас получается больше приходит здесь плюс. На самом деле, наоборот, один длинноволновый, два кратковолновые. Вот у нас здесь плюс, то есть у нас здесь приходит больше, чем уходит. Ну вот можно здесь еще посмотреть. Вот здесь у нас приток тепла. А вот здесь отток, здесь Земля теряет больше, чем она получает. Таким образом, у нас всегда есть разбаланс. У нас всегда полюса теряют энергии больше, а тропики получают энергии больше. За счет чего компенсировать этот баланс? Он компенсируется за счет движения атмосферы и океана. Вот как раз движение атмосферы и океана, оно заложено изначально уже в таком неравномерном радиационном балансе, когда у нас тропика получает энергии больше, чем полюс. Как раз для перераспределения, для того, чтобы компенсировать вот эту неравномерность, существует хорошо известная атмосферная циркуляция с различными ячейками, с циклонами-антициклонами, с субтропическими антициклонами, с ячейкой Хедли. Не буду сейчас подробно на этом остановиться. Если это интересно, это как бы тема отдельной лекции. Как реализована циркуляция на планете? Ну вот известный западный перенос в наших широтах, пассаты восточные. Если мы смотрим чуть выше, вот эта тропосфера, ячейки Хедли, выше реализуется циркуляция Брюера-Добсона в стратосфере. В основном подъем идет над экватором и опускание в высоких широтах. Это что реализуется в атмосфере? В океане тоже есть своя циркуляция, так называемый глобальный океанический конвейер. Глобальная термохолинная циркуляция. В принципе, она в каком-то виде выражается в виде поверхностных морских течений, но не везде. Часть вот этих стрелочек — это глубоководные стрелочки. То есть вот есть некое такое движение, глобальное движение атмосферы, глобальное движение океана. Определяемое... Ну океана понятно, что она определяется не только при распределении тепла между тропиками и полюсами, но еще и положением суши и материков. То есть, например, тот же самый Гальфстрим. Почему вот отсюда пошла вот эта стрелочка? Просто из-за конфигурации материков такой. Мы получили вот такое вот это течение здесь, например. Вот это все определяет, ну вот, например, температуру воздуха. Вот температура воздуха, померенная по спутникам, как она распределена по нашей планете. Видите, совершенно неравномерно, да, там суша нагрета больше, чем океан, гораздо больше нагретой тропики. Вот видите, хотя не экватор, на экваторе больше облаков, поэтому температура, например, меньше, чем в безоблачных районах, в субтропиках. Ну, то есть как бы вот то, что мы имеем, наш климат. А давайте теперь поговорим про изменчивость климата. Да, хорошо, как бы климат, как устойчивая система, нам понятен. Собственно, что определяет климат. А вот что определяет изменчивость климата? Ну, здесь надо выделить внешние факторы. Помните, я говорил, что система замкнута, и у нее нет воздействия на внешние факторы. Вот внешние факторы, это, конечно, в первую очередь астрономические факторы, солнечная активность, поток галактических лучей также. И геологические факторы, извержение вулканов. Все-таки климат наверху, он никак не влияет на то, что происходит внутри планеты. Есть внутренние факторы. То есть это когда элементы климатической системы сами друг с другом взаимодействуют, у них есть какие-то циклы внутренние, и они тоже определяют некую внутреннюю изменчивость. Ну, там 60-летний цикл, квазидвухлетняя цикличность, альнинию и так далее. Наверное, вы про это слышали. И есть человек. К какому фактору его относить, достаточно вопрос интересный. Это внутренний фактор или внешний? Когда мы меняем, например, свойства земной поверхности, сводим леса и меняем альбедо планеты, был лес, стал лопашней, мы изменили отражающую способность планеты. Это был внутренний фактор или внешний? То есть изначально, наверное, был внешний. Но потом, когда климат, может быть, поменялся в худшую сторону, это уже становится внутренним. То же самое и с влиянием на химический состав атмосферы. Например, когда мы сжигаем ископаемое топливо и увеличиваем парниковый эффект планеты. Я про это подальше, конечно, много расскажу. Но просто сейчас вопрос такой. Изначально мы, конечно, влияли как внешний фактор, но сейчас мы понимаем, что наша деятельность связана с изменением климата и уже начинаем как-то реагировать. И таким образом становимся каким-то внутренним фактором. Вопрос, конечно, как это учитывать, это уже в моделях достаточно сложно. Но, тем не менее, это скорее экономические модели. Давайте про факторы немножко поговорим. Вот астрономические факторы, известные циклы Миланковича. В начале 20 века серп Милутин Миланкович открыл вот эти известные астрономические циклы, которые определяли эпохи оледенения межледниковых периодов за последние 2 миллиона лет. Они были связаны с изменением, в первую очередь, эксцентриситета орбиты. Это сжатость орбиты вокруг Солнца, то есть вращение вокруг Солнца происходит не по кругу, а по эллипсу. И вот в зависимости от того, насколько сжат эллипс, это определяет эксцентриситет орбиты. У нас есть ось вращения Земли, и у нас есть еще так называемая прецессия. То есть если вы закрутите какой-то шар, ну, юлу закрутите, вы увидите, что у вас ось немножко вот так дребезжит. Собственно, вот у вас есть три неких таких параметра, которые определяют такие долгопериодные циклы. Вот эксцентриситет, здесь вот 125-400 тысяч лет, колебания угла наклона, это порядка 40 тысяч лет, и прецессия, она так дребезжит на 19-22-24 тысячах. Дальше, если все эти циклы наложить друг на друга, у нас получится какое-то, может быть, изменение, приходящей солнечной энергии. Важно понимать то, что глобально практически изменений нет на планете, но происходит перераспределение в северном полушарии, больше или меньше. Вот видите, вот эти колебания, они на 65-м градусе северной широты проведены. Почему важна северная широта? Дело в том, что у нас была аквапланет, так называемая водная планета, покрытая полностью океаном, это было бы не так важно. Но у нас есть разница между сушью и океаном, и северное полушарие, в нем больше суши, меньше океана, чем в южном. И приход вот этот вот меньше, если приходит меньше радиации именно в северное полушарие, это определяет эпохи оледенения и межледниковых периодов. Я дальше про это чуть-чуть поговорю. Запускается цепочка положительной обратной связи, которая может привести к так называемой снежной земле. Чуть-чуть про это расскажу. Ну вот попозже. Ну вот как раз, видите, вот такие циклы, они были достаточно хорошо известны. За последние 2 миллиона лет они реализовывались. Есть изменения солнечной активности более кратковременно. Это хорошо известные 11-летние солнечные циклы. У нас есть вот эти максимумы, в принципе, каждые 11 лет идут. Ну вот был минимум маундера так называемый, когда не было солнечных пятен. По солнечным пятнам достаточно хорошо идентифицируется солнечная активность. То есть там чем больше пятен, если пятно, то это значит выходит магнитное поле через оболочку Солнца, скажем так. И оно чуть более холодное. То есть если поверхность Солнца там 6000, например, в верхней части, то вот у этого магнитного поля 4000. И в принципе это выглядит как темные пятна. И вот эти темные пятна измеряли и получили, как, собственно, менялась солнечная активность в период какой-то там за последние 400 лет. Вот, например, это впервые стартовало измерение, а потом, видите, был так называемый минимум маундера. И люди думали, что вот это первое солнце, первые пятна, которые измеряли, это было ошибочно, собственно. Потому что потом долго лет не было ничего, а потом опять пошли. С этим связан малоледниковый период, например, с этим минимумом маундера. Давайте дальше. Есть влияние геологических факторов, безусловно, извержения крупных вулканов. Особенно если эти извержения происходят в тропиках. Почему важно в тропиках? Смотрите, вот у вас такой очень крупный вулкан, извергается на порядка 25-30 километров, очень много сульфатного аэрозоля. Ну, это должен быть не там, не маленький, а это вот Пенатуба, 93-й год, последнее крупное извержение. Ну, вот если мы вернемся к циркуляции, вот есть циркуляция Брюера-Добсона. Вот у вас, если близко к экватору извергается вулкан, вот сюда попадает сульфатный аэрозоль. Он достаточно быстро распределяется по всей планете, буквально за 2-3 недели. Создается такой экран сульфатных аэрозолей, которые отражают часть солнечного света просто обратно в космос. Порядка двух лет может продержаться вот такой экран, и два года он может охлаждать планету. В принципе, вот известный 1816 год, год без лета так называемый был, когда извергался в 1815 крупное извержение вулкана Тамбора было. Был вот так называемый год без лета. В Америке, в Европе летом выпадал снег, было очень холодно. Похожий эффект, он реализуется и вот, например, в явлении ядерной зимы. Достаточно исследовано неплохо был в 80-х годах этот эффект. Если случится ядерная война, что будет с климатом? С климатом будет сначала так называемое ядерное лето, очень сильные пожары, очень жарко. Но за счет как раз пожаров в атмосферу будет попадать очень много аэрозолей, которые экраном закроют планету, и аэрозоли начнут активно отражать солнечные лучи. Давайте попробуем обратно вернуться вот сюда. Вот сюда просто добавляется экран такой аэрозольный, вот сюда. И вот эта стрелочка становится гораздо толще, а вот эта стрелочка становится тоньше. То есть вот сюда добавляются аэрозоли. Это как воздействуют вулканы. Есть, собственно, изменчивость климата. Например, известные циклы Эль-Ниньо, Тихоокеанское колебание, Североатлантическое, Атлантическое мультидекадное, известная 60-летняя гармоника, квазидвухлетняя цикличность в стратосфере. Такие циклы известны, такие циклы изучаются. Конечно, исследования, ну, они ограничены инструментальные. По попытке есть палеореконструкция, воссоздать вот эту всю изменчивость. Ну, вот есть такой некий дребезг, в свое время запущенный за счет чего-то. Либо он за счет чего-то наложился. Ну, если мы посмотрим на спектр температуры, то у нас изменчивость, конечно, будет достаточно серьезной. У нас есть, понятно, вот один год, у нас есть один день, один год за счет вращения Земли вокруг Солнца, один день за счет вращения вокруг своей оси. Вот есть такие пики. Ну, и в целом, вот видите, вот очень много пиков по спектру. Это период в годах, как бы здесь к секундам идет, здесь к миллионам лет. В принципе, вот пики, они достаточно, их много. То есть, спектр изменчивости температуры климата на планете, он достаточно широк. Давайте теперь немножко, собственно, а как человек начал влиять? Ну, вот человек начал влиять впервые достаточно давно, десятки тысяч лет назад, когда он там вырубил первый лес, условно. Вот вырубка первого леса, сжигание и превращение его в пашню, это было первое воздействие человека на климат. С тех пор, ну, вот это, например, так называемый ленд-юз землепользования, вот видите, как изменялась альбедо планеты, уже перейденная в ватт на метр квадратный. То есть, вот сведение лесов в Индии, например, в Африке, в Южной Америке, в Северной Америке, ну, и у нас тоже, оно увеличивало альбедо планеты, и таким образом больше отражалось солнечного света в космос обратно, и это приводит как бы к некому похолоданию. Есть еще, опять же, аэрозоли, то есть, вот не только вулканы добавляют аэрозоли в атмосферу, но и деятельность человека. За счет достаточно большого количества разных агентов попадает много аэрозоля в атмосферу. И в индустрии различной, и при производстве чего-либо, и, например, при сжигании угля попадает сульфатная аэрозоль и так далее. Вот, например, количество аэрозолей, как это менялось во времени, сжигание. Ну, например, достаточно серьезный рост, потом люди стали понимать, но здесь с аэрозолями стали люди достаточно быстро понимать, что это не очень хорошо. Например, та же Британия, то есть, вот, Туманный Альбион. Почему он Туманный назывался? Сейчас его не совсем корректно называть Туманный, потому что как раз Лондон активно топился углем. У каждого был там свой какой-то камин, свой, свою печку, которую он топил углем. И при сжигании угля как раз попадало в атмосферу города очень много аэрозоля, который становился ядром конденсации. На нем оседала как бы вода, скажем так, и формировался Туман. Все как бы ничего, но это, на самом деле, достаточно опасно для здоровья, для дыхания. И вот в 1958 году был, так называемый, Великий Смог в Лондоне, когда умерло несколько десятков тысяч человек. После этого прошел ряд у них законов о чистом воздухе, так называемом. И, в принципе, Альбион, Великобританию называть Туманным Альбионом сейчас, наверное, не очень корректно. Они все-таки от этого ушли. Сейчас к такому же приходит Китай. Они тоже начинают запрещать у себя вот это сжигание угля. Они на улицах, вот у них очень много маленьких таких, ну, не керосина, как это, конфорок, которые работают на угле. Сейчас они тоже активно от этого отказываются. То есть, в принципе, вот видите, вот этот тренд на уменьшение аэрозолей, он будет прослеживаться. И, что интересно, он как бы раньше немножко компенсировал потепление за счет увеличения парниковых газов. Сейчас как раз вот они пошли в разнобой, и может потепление у нас ускоряться. Ну, сейчас проговорим немножко про это. Ну, и, собственно, вот влияние человек парниковой газы. То есть, в первую очередь, это выбросы СО2 за счет сжигания ископаемого топлива. Вот, например, эмиссии СО2 исторические, там с 1850 года посчитаны. В зависимости от разных агентов. То есть, там и тоже землепользование немножко добавляет. Ну, в первую очередь, это сжигание угля, сжигание нефти, сжигание газа, там производство цемента, например. Все это попадает в атмосферу и влияет на парниковый эффект. Давайте поговорим немножко про парниковый эффект. Что же такое парниковый эффект, про который вы, наверное, ни раз, ни два, ни три, ни четыре слышали. Если мы опять, я уже не буду отматывать на ту картинку с радиационным балансом. Может быть, помните, что там длинноволновая стрелка толстая, она очень большой частью идет обратно вниз. Это как раз тот самый парниковый эффект атмосферы. Повышение температуры нижних слоев атмосферы и, на самом деле, охлаждение верхних за счет переотражения длинноволновой радиации. То есть у вас есть такие агенты, малые газовые примеси в атмосфере, которые реагируют на длинноволновое излучение. Почему? Сейчас покажу. И они прозрачные для солнечного излучения, которые на более коротких длинных волн, а на более длинных, они как раз реагируют. Они нагреваются и дальше излучают вниз и излучают вверх. То есть они поглощают и излучают в обе стороны. Но они холоднее, чем планета, чем поверхность внизу. Поэтому они излучают в космос на более низкой температуре. Поэтому они излучают чуть меньше. И к тому же они излучают еще и вниз. Но на самом деле парниковый эффект – это большое благо для нашей планеты. Если бы не было парникового эффекта у нас на Земле, у нас температура в среднем была бы минус 18 градусов. А сейчас она, чтобы вы понимали, плюс 14. Ну, на самом деле, уже плюс 15. 33 градуса разница. Если бы у нас была в среднем минус 18, у нас вода, скорее всего, была бы вся в твердом состоянии. То есть вот той погоды, вообще того климата, той жизни, которую мы знаем, ее бы не было как таковой. То есть парниковый эффект для Земли, конечно, это благо. Ну и основной парниковый газ – это водяной пар. Сейчас вот смотрите, вот у нас состав азот, кислород, аргон, они прозрачны для радиации в целом. Но вот эти вот четыре газа в основном, они не прозрачны для длинноволновой радиации. И очень важно – это водяной пар. Вот этот состав сухой атмосферы. Водяной пар он варьирует. В Арктике его почти нет, в тропиках его до 4% может быть. Вот водяной пар – основной парниковый газ, который на вот тут прибавку в 32-33 градуса, основную часть дает, собственно, водяной пар. Ну вот важный момент, чтобы, собственно, молекулы, они могли взаимодействовать с электромагнитным излучением. У них должно быть разделение зарядов отрицательного и положительного. И как раз вот колебания происходят на тех длинных волн, на которых они поглощают. Вот на длинных. Они на коротких как раз не колеблются, а на длинных они колеблются. Ну вот водяной пар, вот его полосы поглощения. То есть на разных длинных волн он может что-то поглощать, вот какие-то разные у него колебания. И, в принципе, вот примерно за 70% всего поглощения отвечает водяной пар. Все-таки много, но не все. И вот, собственно, углекислый газ. Второй по значимости парниковый газ. Вот видите, это полосы поглощения. И интересно, что у углекислого газа у него полосы как бы не пересекаются с водяным паром. Ну какие-то пересекаются, а вот, например, не пересекаются. И вот это, например, не пересекается. То есть они как бы добавляют друг к другу. Ну вот это такая схема глобального углеродного цикла. Вообще откуда берется углекислый газ в атмосфере? Здесь, конечно, растительность. Это фотосинтез поглощения дыхания. Это, соответственно, углерод идет в атмосферу. Вот есть в океане, соответственно, сток и приток. И есть человек. Вот про эти цифры чуть-чуть попозже я поговорю. Но заметьте, что красное, видите, красное – это то, что изменилось после того, как человек стал активно извлекать уголь, извлекать и сжигать ископаемое топливо. Видите, стрелочки поползли не только на самом деле здесь, но и здесь. Таким образом, человек, сжигая ископаемое топливо, не только напрямую добавляет, но он меняет и потоки. Например, растительность стала лучше. Растительность вообще стала лучше. Когда больше ЦО2, растительность все лучше. У него первичная продукция возрастает. Она активнее дышит, активнее фотосинтезирует. Вот видите, например, у него плюс 3. Это 3 гигатонны в год, скажем так, сток увеличился. А вот, например, и в океане тоже сток увеличился. Но не хватает вот этого увеличения стока для того, чтобы компенсировать приток от сжигания ископаемого топлива. Проблема еще с углекислым газом в том, что даже если мы сейчас, например, активно просто прекратим вообще все эмиссии, то есть проблема в том, что он определяется балансом между разными резервуарами. У него нет как такового времени жизни, в привычном понимании, таком разложении химическом. И он будет находиться в какие-то остатке даже там несколько сотен и тысяч лет. То есть вот примерно, если мы быстро много добавим ЦО2 в атмосферу, а потом прекратим, вот как будет снижаться его содержание за последние 10 тысяч лет. То есть там 100 лет, он снизится через 100 лет до 40%, потом до 20% и вот все равно что-то еще останется. То есть полностью он уже углерод может и не уйти. Еще важный парниковый газ метан. Ну вот у него время жизни 12 лет всего. И если мы вот с метаном, грубо говоря, мы скажем, все, мы прекратим как-то имитировать метан, то через 12 лет весь добавочный метан, он уйдет. С ним попроще, кроме, если только не запустят спочки обратных связей, например, связанные с таянием вечной мерзлоты. Ну вот это различные такие потоки метана. Откуда он может быть? Вот те самые известные коровы, про которых любят спрашивать, сколько они добавляют. Ну не так уж они много добавляют. Рисоводство добавляет, например, тоже прилично. Сжигание мусора, сжигание попутного газа, скопаемый топлив и так далее. Сжигание биомассы. Все это от метанов добавляет. Ну вот какой-то глобальный метановый цикл тоже есть. Ну вот если мы посмотрим на изменения концентрации парниковых газов, которые происходят. Ну здесь 85 на самом деле раньше начались, там Су-2 с 58-го меряется. Мы видим вот этот рост просто концентрации Су-2, практически Су-2, метана и Н2О. Линейный такой рост с годами. Тут 15-го, на самом деле 19-го он, конечно, продолжился. В принципе, это то, что сейчас делает человек. Он сжигает ископаемое топливо и увеличивает концентрацию вот этих парниковых газов в атмосфере. Можно посчитать радиационное воздействие на климат. Вот если помните те самые ватты на метр квадратный, вот от Солнца 340 ватт приходит. А сколько человек добавит? Вот если он там, вот его парниковые газы все добавят, еще 3 ватта на метр квадратный. Ну на самом деле, если сравнить 3 ватта и 340, вроде бы немного, но для добавки вот той самой температурной это прилично. Тут тоже можно сравнить абсолютную температуру, 273, добавку в 1 градус, она тоже не такая уж и большая. Но на самом деле там приличная. Ну вот аэрозоли, они, говорю, они охлаждали. Видите, то есть вот аэрозоли, они как бы охлаждали. Парниковые газы, они отепляют, их суммарный эффект тоже отепляющий, но поменьше, если бы у нас не было аэрозоли. Вот сейчас мы активно боремся с аэрозолями тоже, потому что нужен чистый воздух, просто это для здоровья вредно. И как бы потепление может тоже от этого ускоряться, если мы не будем снижать концентрацию эмиссии парниковых газов. Еще очень важный момент, обратные связи в земной климатической системе. Чуть-чуть про них поговорю. Обратная связь, отклик, ответная реакция системы на какое-либо внешнее воздействие. Вот здесь я привел пример самой простой такой геометрической обратной связи. Вот у вас, представьте, есть шарик. А вся система определяется, собственно, геометрией вот этой поверхности. Вот это у вас будет в такой системе отрицательная обратная связь, внешнее воздействие. Вы толкнули шарик, шарик у вас достаточно быстро вернулся в свое начальное положение. То есть система воздействует таким образом, что она гасит вот это воздействие. Нейтральное у вас никакого воздействия, собственно, системы нет. Ну, если представить, что трение там равно нулю. А положительный у вас легкий толчок и шарик скатывается. То есть вот есть так называемая положительная обратная связь. И на самом деле очень много в климатической системе Земли как раз положительных обратных связей, которые небольшое увеличение в парниковом эффекте запускает цепочку обратных связей, которая как бы раскручивается и дает еще больше эффект. Вот в этом, кстати, достаточно большая проблема. Ну, вот здесь я привел разные цепочки обратных связей. Они на разных временных масштабах действуют. С разной величиной. Не буду остановиться, просто говорю, что их достаточно много. И вот изучение и поиск всех этих связей – это такая задача для климатологии очень важная. Ну вот, например, я парочку иллюстративных вам все-таки приведу. Первый был такой лавлоком в 1983 году. Показана обратная связь. Мир Маргариток так называемый. Вот если представить, что вся планета покрыта, на ней могут расти только либо черные, либо белые маргаритки. Чем они отличаются? Они отличаются от альбедо. Черные поглощают больше, белые как бы больше излучают. Вот здесь излучение звезды, а вот здесь температура планеты. Ну, предположим, Солнце и Земля, да, условно. Было очень холодно, очень мало излучения. Ничего не было, ничего не было. Она безжизненная холодная планета. Потом на какой-то момент времени могут возникнуть первые маргаритки. Для них там на экваторе становится достаточно тепло. И вот первые, например, маргаритки появляются черные на экваторе. И они активно начинают поглощать излучение от планеты. И видите, температура, она идет нелинейно, она быстрее отклоняется. Воздух начинает на планете нагреваться быстрее. Дальше распределение маргариток на планете. Они как-то таким образом распределяются, что пытаются сделать некий баланс. То есть как-то сбалансировать изменение температуры, несмотря на то, что излучение звезды растет. Излучение звезды растет, а температура меняется слабо. В конце концов, когда очень уже большое излучение, остается только белые маргаритки на полюсе, которые единственные могут выжить, еще как-то пытаются излучить. Но потом, конечно, если излучение звезды становится еще больше, то снова у нас безжизненно, но уже жаркая планета. Но вот как видите, это пример обратной связи, когда за счет биоты себе планета может расширить вот тот диапазон жизни, в котором она может существовать. То есть это не узкий какой-то диапазончик, это достаточно широкий диапазон, и вот планета в нем существует за счет обратных связей, положительных и отрицательных. Очень такой тоже иллюстративный пример снежной земли. Предположим, что чуть-чуть стало меньше приходить солнечной энергии, началось похолодание, на полюсах начался рост площади снега и льда, потому что холода. Снег и лед, они белые, они начинают отражать больше солнечной радиации в космос, а значит к земле приходит еще меньше солнечной радиации, остается в земле, значит еще похолодание, то есть вот они увеличивают по альбедо, у вас опять похолодание, и так далее, и так далее, и так далее. Вот все это запускается в такую некую цепочку. Ну вот здесь пример, например, тоже снежная земля, и так называем еще земля-теплица, так называются тоже. Представьте, что есть земля, на которой есть вулканы и полярные шапки. И вот в какой-то момент тоже длительное похолодание привозит к замерзанию океанов, вот у вас сформируется та самая Snowball Earth, снежная планета, но сейчас в эту планету добавлен еще и CO2. И CO2 накапливается за счет некой вулканической активности. Вот в данный момент, то есть вот здесь из CO2, из атмосферы перестает уходить в океан и просто продолжает накапливаться за счет вулканов, и становится так много CO2, что все снега, льды тают, и появляется так называемая земля-теплица. Но когда появляется океан, опять запускается цикл CO2, опять он уходит в океан, и снова мы возвращаемся к начальному этапу. То есть вот много таких иллюстративных примеров с обратными связями, климатологами было получено, они, так скажем, игрались, но а как это, собственно, в реальности? В реальности самая важная обратная связь, которая работает, реально работает у нас, те все были иллюстративные, конечно, которые у нас реально работают, это обусловленное водяным паром. Чем теплее, тем воздух может больше содержать водяного пара, а водяной пар является парниковым газом. Значит, больше водяного пара, значит, больше приходит, отражается обратно, остается энергия в земле, температура выше, снова больше водяного пара, и вот это положительная обратная связь. Ну вот, например, видите, количество водяного пара над океаном, оно вот так растет по наблюдениям. Ну вот такая вот тоже цепочка. Ну вот теоретический уровень там до 7% на 1 градус. Вот, может, какой-то рост. Ну, по факту как бы меньше, 1-2% рост уровня водяного пара на 1 градус. Вот так где-то. И как раз за счет вот этого роста можно получить так называемый убегающий парниковый эффект, runaway greenhouse effect, так называемый, когда вот эта вот обратная связь, обусловленная как раз связанная с водяным паром, может привести, вот, ну вот видите, мы попадаем, пока мы в начальные условия, у нас были хорошие начальные условия температуры и давления, мы остаемся как бы вот в точке, где у нас есть и лед, и вода, и водяной пар. Ну вот Марс, он где-то находится ниже, у него нет жидкости, а вот Венера, она убежала, у него вот как раз парниковый эффект в свое время настолько усилился, что вот он реализовался как раз тот самый убегающий парниковый эффект, на Венере он составляет почти 480 градусов. Если он на Земле 33, на Марсе он всего лишь 10, то на Венере он 480 градусов. То есть, нет, нет, это температура внизу на Венере, если бы не было атмосферы и при ее атмосфере, если вычесть, то вот это будет парниковый эффект, 480 градусов разница. На Венере планеты, на температуры там за 600, кажется, градусов. Давайте смотреть еще, какие у нас еще есть обратные связи. Тоже несколько иллюстративных примеров. Ну, например, потепление болот. Чем более теплые болота, тем больше они имитируют метана, тем опять теплее и так далее. Тайние вечной мерзлоты. Ровно та же самая история. У нас был закоплен метан и СО2 во льду. Все это тает, опять выходит на поверхность. Разрушение метангидратов. Метангидраты – это, по сути, твердый метан в таком твердом виде, как бы как лед, метановый лед, который находится на шельфах арктических морей. Разные оценки показывают, что, в принципе, пока он стабилен, но есть какие-то отдельные СИПы, так называемые, есть отдельные источники, откуда выходит достаточно много метана. Как раз вот из-за разрушения, возможно, из-за разрушения метангидратов. Либо там все-таки есть какие-то источники. Это пока исследуется. Но вот теоретически тоже какая-то такая цепочка обратной связи может реализоваться. Ну и вот, например, оценки, собственно, при учете и без учета отклика температуры на СО2. Как видите, отклик на СО2 температуры будет, если мы удвоим СО2, у нас будет 15 плюс 1,2 градуса. А если мы добавим обратную связь, у нас будет 15 плюс 3 градуса. То есть если мы учтем все обратные связи, известные нам на данный момент, то они дадут нам усиление парникового эффекта, например, из-за удвоения СО2 в 2,5 раза. Давайте немножко поговорим о том, собственно, как мы изучаем климат. Я очень долго думал начать с этого или где-то это в середине сказать. Потому что это, конечно, самое важное. Собственно, откуда дровишки? Как вы вообще изучаете климат? Ну, у нас, конечно же, есть наблюдения. У нас очень много различных наблюдений на планете. У нас есть некие прокси-данные, это палеореконструкции или какие-то эксперименты. И у нас есть, безусловно, некие теоретические исследования. И это, в первую очередь, мат-модели климата и земной климатической системы. Ну, самые первые наблюдения, конечно, это вот такие известные вам метеостанции. Например, в России их там 1800 где-то метеостанций. Ну, только 500 передают информацию о погоде во Всемирную службу обмена данными. Ну, вот примерно регулярные наблюдения на таких метеостанциях начались с середины 19 века. То есть, вот регулярные наблюдения, они насчитывают, ну, так, 150-170 лет всего лишь пока. Есть у нас, например, актинометрические наблюдения, наблюдения за составом воздуха. Вот Аэронет, например, станция. Стоят такие спектрометры, которые сами наводятся на Солнце и смотрят, и говорят, сколько аэрозолей у вас содержится автоматически. Различные гидрологические посты, много специальных наблюдений на суше. Ну, вот да, здесь такое краткое, собственно, первые станции системы наблюдения. Вот самые первые станции, они были в 17 веке. Там в Италии появилась первая такая сеть метеостанций 9. В 18 веке вторая сеть метеостанций была. Ну, вот в Сибири уже какие-то были метеостанции. Ну, вот в конце 18 века Мангеймское общество появилось. В принципе, эти какие-то данные отчасти можно использовать. Ну, например, вот самый длинный ряд, который более-менее однородный, в Лондоне насчитывает более 300 лет. Метеослужба первая государственная была в Великобритании после как раз Балаклавы, когда шторм разбил всю вот их флотилию. Они поняли, что шторм этот можно было, в общем-то, легко предсказать. И у них появилась государственная метеослужба. В 1673 году появился уже Международный метеорологический конгресс, был создан первый. И были озвучены единые сроки наблюдения. Они сейчас немножко поменялись, они учащились. Но в целом все метеостанции на всей планете стали наблюдать в одно время. Появился какой-то единый телеграфный код передачи данных. То есть некая унификация данных. Их уже можно гораздо легче было бы использовать. Безусловно, на одной земле не ограничиться. Нужно смотреть, что выше. Аэрологические данные. То есть изначально запускали самописца на воздушных шарах, привязывали такую записочку к ним. Шар поднимался вверх, самописец писал. Шар лопался, самописец падал. Он разбивался, конечно, но лента оставалась. И была записка, просьба нашедшему отнести за вознаграждение в ближайшую метеослужбу. Вот эту ленту. Люди находили, относили. Так появились первые данные о том, что вообще происходит наверху. То есть не только внизу. Но потом использовались змеи, воздушные змеи. Это в 10-х, 20-х годах, 20-й век. С воздушными змеями они на таких были металлических струнах. Там были проблемы с тем, что в тот же момент были дирижабли, активно развивались. И было пара столкновений со змеями. В общем, не пошло дело. Но в 30-м году Павел Молчанов, как раз русский метеоролог, он придумал радиозонд. То есть отправляется уже некий датчик, который посылает вниз радиосигнал. И мы, собственно, стали получать уже более какую-то полномерную информацию о том, что происходит наверху. В 60-70-х использовались ракеты. Мы узнали, что еще выше происходит. Например, активно сейчас мы используем дистанционные методы изучения. В нашем институте с конца 50-х годов методами изучения свечения кислорода исследуется температура мезосфер. Она достаточно быстро падает. Это, кстати, тоже показатель того, что у нас есть сейчас парниковый эффект. Внизу нагревается, но за счет того, что вниз стало идти больше, вверх стало идти меньше. Верхние слои как раз стратосферы и мезосферы охлаждаются. Это тоже такой показатель. Морские исследования. Все мы знаем, что океана занимает 70% нашей планеты. И, конечно, игнорировать его нельзя. Но вот в середину XIX века стали проводиться наблюдения на обычных судах. Так называемые данные айколотцы. Видите, тоже наблюдения были там, где суда идут. Сейро-Атлантик, Север-Тихо-Океан более-менее покрыт наблюдениями. Юг достаточно зияет. Там и островов нет, и суда практически там не ходили. Такие редкие единичные наблюдения. В конце XX века стали активно использоваться буи различные на поверхности. На поверхности льда все в Арктике стали ставить. Вот и в океан сейчас целая система, например, автоматизированных буев. Например, система Арго. Вот такой буй. У него цикл 10 дней. Вот он опускается сам, потом плывет внизу, потом еще опускается, потом меряет профиль, поднимается, отправляет спутнику информацию, что он намерил. Опять опускается и так далее. Вот видите, их достаточно много. Во внутренних морях России нет ни одного. Ну и вообще Россия в этой системе, к сожалению, не участвует. Очень важный момент – это, конечно, наблюдения из космоса. В конце 50-х первый наш спутник-1 был запущен, а первый метеорологический спутник Тайрос-1 в 60-м американцам был запущен. Были получены первые, собственно, фотографии облачности. Мы впервые увидели, а как выглядит облачное поле. Потому что метеостанции, они, конечно, не дают такого понимания всех этих циклонов, антициклонов, облачных образований, атмосферных фронтов. Сейчас активно используются, конечно, как отдельные спутники, так и целые системы спутников. Например, геостационары, которые вместе с Землей вращаются. Они на высоте 37 тысяч километров находятся, вместе с Землей вращаются и смотрят сверху как бы в одной точке. Вот, например, здесь висит метеосад, который на Европу смотрит. Здесь там ГОЭСы висят на Америку смотрят. Вот там у нас электроэйл висит. Есть полярно-орбитальные, которые вращаются вокруг Земли. Солнечно-синхронные орбиты, они синхронизированы с Солнцем и пролетают над одной и той же территорией в определенное время. И они уже как бы более детальную информацию могут изучать. Геостационары они часто мерят, там, каждые 15 минут, но более грубы, скажем так. А вот такие вот полярно-орбитальные, там вот есть такая, например, система от Рейн, когда пять спутников один друг за другом идут с разницей в 10-15 секунд. Один на одном лидар установлен, на другом радар, на третьем какой-то радиометр, который меряет пассивное излучение. Радар-лидар это активный. Ну вот, например, измеряются облака. Безусловно, нам надо идти дальше, нам надо смотреть, а что происходит, например, в биосфере. Как вообще потоки, например, потоки СО2. Откуда мы знаем про потоки СО2 из биосферы? Вот мы, например, методом, так называемых, вихревых турбулентных пульсаций измеряем. Ну вот, ставятся такие приборы, там измеряется три компонента ветра, измеряется концентрация СО2 внизу вверху, смотрится, собственно, как она меняется. Вот какие-то вышки такие, флаксметры стоят. Вот, видите, их достаточно много, но, опять же, у нас не очень много, к сожалению. Ну вот, в Центральном лесном биосферном заповеднике в Тверской области у нас есть такая вот. Вот я там тоже был в свое время на школе. Вот измеряются какие-то потоки СО2, потоки кислорода, потоки метана и так далее. Более интересные, например, потоков из почвы. Ну вот, например, камерный метод. Ставится камера, смотрится, сколько СО2 из почвы имитирует. Такие более интересные, например, а сколько потоков кислорода там из донной среды идет. Ну вот какие-то совершенно уникальные приборы, все это методики улучшаются. Очень много информации мы получаем. Конечно, все это, такая информация, она новая, свежая. У нее нету каких-то там 30-летних, 40-летних. Длительность пока не такая большая, но, тем не менее, что-то мы знаем. Ну, если нам надо посмотреть, собственно, назад, то тут нам нужны палеореконструкции. Ну, вот тут самые, я такие привел известные, это, конечно, ледниковые керны в первую очередь. То есть, льды, у вас есть ледник, который в себе копит, на самом деле, очень важную информацию. Что в себе хранит ледник? Ледник в себе хранит пузырьки воздуха. Пузырьки того воздуха, который был в то время. То есть, как формируется ледник? Выпал у вас свежий снег, на него еще снег, еще снег, снег утрамбовывается, становится льдом. И вот среди снежинок захораниваются пузырьки воздуха. Он все уходит ниже-ниже. И, в принципе, по радиоизотопованному анализу можно узнать, какого возраста. Вот тот самый лед, если мы вытащим керн. Керн — это вот такие узкие, вот такие узкие длинные цилиндры льда. Например, нарубленные в Антарктиде или в Гренландии. Ну или в каких-то покровных оледенениях, либо в ледниках горных, например, в Южной Америке или на Тибете. Ну и дальше вот этот керн. Что-то в газах, что-то исследуется либо газ, либо химия, изотопы и так далее. Что-то архивируется. То есть, вот видите, вот здесь, например, хорошо виден вот этот черный, например, след. Это значит, что тогда было сильное извержение вулканов. И на лед лег такой толстый слой аэрозоля вулканического. Можно восстановить извержение вулкана вот по этим. Ну либо вот газовый состав вот по этим пузырькам воздуха. Донные отложения на дне океана и озер. Вот фауна, если она чередуется. Есть фауна, которая больше любит теплую воду. Есть фауна, которая любит больше холодную воду. Вот по чередованию вот этой фауны можно тоже восстановить, ну в донных отложениях, восстановить, какая температура была у этого озера. И таким образом восстановить там некий климат региональный. А если сопоставить несколько таких озер, то и чуть регион расширить. Например, годичные кольца деревьев. Ну понятно, что в тропиках это не работает, потому что там прирост у вас идет круглый год. А у нас в умеренных широтах у нас есть кольца. Потому что зимой не растет практически древесина, она растет в теплое время. И вот как раз есть такой прирост. Там быстрый прирост, самый толстый это как бы весной и потом немножко еще осенью. Вот по количеству колец можно восстановить, конечно, возраст дерева, это всем известно. Но по толщине колец можно восстановить температуру этого года, например. Ну на самом деле там еще и радиоизотопный состав более хитрые вещи восстанавливают. Ну, например, самый простой это толщина кольца, которая говорит о температуре. И вот если составить так несколько, скажем так, деревяшек вот этих. Вот это первая деревяшка, например. Ну вот это первое, да, 2000-й год. Это дерево свежее. Никто сейчас деревья, конечно, не спиливает. Дендроклиматологи, они выпиливают маленькие такие керны тоже берут из дерева и дальше его изучают. То есть дерево не срубается, чтобы посмотреть, какой его возраст. Смотрятся вот эти кольца. Вот восстанавливается температура. Вот следующее дерево. Откуда оно? Оно уже, конечно, не живет. Оно там в 1900 году. Это, например, какая-нибудь изба находится. Деревянная изба, которая старая, которая была вот в этой области. Ну, надо понимать, то есть там, что деревья не привезены. Это тоже достаточно серьезная работа. Тоже в ней выпиливается керн. Смотрится изменение температуры. И вот ищется как раз сопоставление. То есть сопоставление живого дерева и дерево уже спиленного, срубленного, которое пошло там на какую-то церковь деревянную или на избу. Сопоставляется и дальше восстанавливается таким образом. Следующее дерево может браться там тоже из какой-то церкви, там более старой или более старой избы. Или, например, в археологических находках может быть. То есть когда работают археологи условно, они разрывают что-то новое. Они обязательно всегда там идут в связке с палеоклиматологами, которые тоже, если что-то из деревянной, они пытаются восстановить вот эту толщину. Или, например, деревья могут быть ледником покрыты. Например, ледник прошел, он какие-то деревья подмял под себя, и они сохранились в этом леднике. Или, например, в болоте могут быть деревья. То есть вот дендроклиматологи, они восстанавливают вот таким образом и наращивают вдаль вот эту температурную кривую. И, в принципе, там есть отдельные реконструкции на несколько тысяч лет назад. Понятно, что тут зависит от дерева, надо, чтобы было дерево, но тем не менее. Ну и важный момент, конечно, который используют метеорологи, в первую очередь это были метеорологи использовали, это климатические модели. То есть изначально это были просто модели прогноза погоды, которые работают на самом деле очень хорошо. Здесь идут обычные уравнения гидродинамики, то есть все-таки уравнения жидкости, движения жидкости. Когда у нас есть все силы, которые мы знаем, как действуют, мы можем рассчитать то, как будет, собственно, жидкость перетекать. У нас есть несколько уравнений, там уравнение неразрывности, уравнение радиационного переноса, уравнение фазовых переходов воды. В принципе, все это в каком-то виде подается, формализовано неким мат-аппаратом. К сожалению, аналитически это не решено. Уравнение стокса – это одно из уравнений, которое еще ждет своего решения аналитического. Из-за него там уже 2 миллиона, кажется, долларов за тому, кто решит это уравнение. Оно пока решается численно. То есть приближением, с использованием, конечно, разностных схем на компьютерах. Грубо говоря, вы раскладываете некую гладкую функцию на какие-то много-много маленьких отрезочков и линеаризуете каким-то образом. Проблема еще, конечно, моделей в том, что как бы не улучшались компьютеры, у нас все равно ячейка, если раньше это были 100 на 100 километров, 200 на 200, сейчас это 10 на 10 километров, часть процессов, которые происходят на нашей планете, она не может быть описана на таких масштабах. Масштабы метров или сантиметров, ну или 100 метров, все равно они гораздо меньше, чем ячейка, и они параметризуются. Параметризуются тоже какой-то простой функции, там y равно x плюс b, условно, где а и b параметры, они подбираются по наблюдениям обычно. Ну вот, например, очень часто приходится слышать про то, что вот вы используете модели, да их вообще нельзя использовать, там прогноз погоды, посмотрите, да, какой прогноз погоды плохой и так далее. Ну, на самом деле, вот была очень хорошая статья Бауэра в 2015 году, статья Nature, она называлась Quite Revolution in the Weather Model Prediction. То есть тихая революция, на самом деле, действительно, с прогнозом погоды у нас произошла тихая революция. Качество прогноза погоды существенно выросло с 80-х годов. Вот это прогноз погоды, но это не погода, здесь оправдываемость прогноза, некой величины высоты поверхности 500 гектапаскалей в одной точке, ну и в нескольких точках на северном и южном полушарии. И вот смотрите, на три дня, видите, прогноз как, в 86% была оправдываемость, а сейчас 98, например, ну не сейчас, а в 2014 году. Жирная линия – это северное полушарие, а тонкое – это южное полушарие. Ну вот, например, на пять дней тоже, видите, вырос с 65% до 90%. На семь дней вырос с 45% до 70%. Почему такой скачок, видите, вот здесь такой был очень сильный скачок южной полушарии, оно отставало всегда на 10% примерно от северного. Здесь скачок. Здесь стали усваиваться в моделях прогноза погоды спутниковые данные. Мы получили информацию, собственно, о… больше информации о южном полушарии. И вот уже, в принципе, даже на 10 дней неплохой прогноз идет. Ну, опять же, 10 дней, а мы говорим о климате, там, о каких-то сотнях лет, да, десятках лет вперед. Как мы можем использовать это? Здесь вот, если бы я рассказывал вам про погоду, а не про климат, но это была бы совершенно другая лекция. Я бы обязательно сказал, но я вам скажу, есть такой предел предсказуемости. Атмосфера, система хаотическая, нелинейная, и в нелинейных системах растет всегда ошибка. То есть ошибка в начальных данных у нас всегда присутствует. Мы не знаем полностью то, скажем так, какая температура на всей планете есть. У нас мы не заставили все датчиками, датчики у нас несовершенны. У нас всегда есть ошибка. И вот эта ошибка, она со временем возрастает и становится больше, чем сигнал, примерно через 10-14 дней. Поэтому, в принципе, прогноз больше, чем на 14 дней, он вот в том виде, в котором вы привыкли, что в таком-то месте будет столько-то, выпадут дожди, он вообще не может быть реализован. То есть он может быть, но верить ему уже совершенно нельзя. Через 10-14 дней атмосфера оторвется от начальных условий своих, и вот таким методом его уже не решить. И, собственно, поэтому моделирование погоды, вот там заданы граничные и начальные условия. Очень важны начальные условия. Прогноз первого рода, так называемый. А климатическое моделирование, нам начальные условия уже не важны. Модель забыла вообще про начальные условия, и важны только граничные условия. Вот представьте, что у вас некая, ну вот это температура в Москве, некая функция температуры в Москве. Вот прогноз погоды, что такое прогноз погоды? Это назвать точную точку на этой кривой, которая, например, будет завтра. То есть вот если вот здесь плюс 30, ну завтра не будет плюс 30, плюс 6 условно, где-нибудь вот здесь, плюс 6. Вот завтра будет плюс 6. Например, прогноз погоды – это точно назвать вот эту точку на кривой. А прогноз климата – это назвать параметры вот этого распределения. И все. Только параметры распределения. По сути прогноз климата, мы задаем параметры этого распределения той температуры в Москве, которая будет через 40-50 лет. Вот что такое прогноз климата. Вы можете формально взять климатическую модель, посмотреть ячейку Москвы, 15 ноября 2083 года, вы что-то получите, но это к реальности не будет никакого иметь отношения. Это будет некая случайная точка на этой кривой. Но параметры распределения, как бы климатическая модель вам даст. Ну и собственно, если мы говорим в терминах предсказуемости, вот у нас очень хороший уже прогноз погоды, у нас неплохой прогноз климата, он зависит от граничных условий, я про них поговорю. А вот сейчас большая проблема, это прогноз сезонный и декадный. Вот здесь как бы все-таки потребитель хочет нечто большее, чем просто распределение знать. Он хочет знать все-таки, например, сельское хозяйство, они хотят знать, но вот все-таки осадков будет много, мало и когда они выпадут. И вот здесь есть большая проблема вообще, как вот этот прогноз давать, потому что обычными методами уже нельзя. Климатическое прогнозирование еще не работает, именно в тех простых терминах. Есть методы, например, конечно, надо использовать активно информацию из океана, потому что у океана память больше, я говорил, и вот все эти циклы, если наложить, учесть, то в принципе предсказуемость можно повысить. Но это сейчас такая важная научная задача, именно стоящая перед климатологами, повысить вот этот вот качество вот этого прогноза. Ну вот численные модели климата, они как бы эволюционировали со временем. Если раньше они включали только всю атмосферу, там сушу и океан, были достаточно грубыми, то сейчас они включают уже в себя и аэрозоли, и цикл углерода, и растительность, например, динамическую, которая динамически реагирует на то, как изменился климат и какую-то химию. И ледники уже динамически реагируют. И в принципе вот выросло разрешение модели, если раньше это, опять же говорю, там были, видите, тут 100 на 100 километров, то сейчас уже 30. На самом деле это уже 2012-2013, а чуть-чуть больше, там 10 на 10 километров. То есть в принципе вот идет рост, улучшается модель. Ну вот синеньким здесь показаны эти флопсы, удвоение компьютерных мощностей, гигафлопсы вот здесь по правой шкале. Видите, в принципе, вместе с улучшением, увеличением мощности компьютеров улучшается и разрешение моделей. В принципе, мы, конечно, зависим очень от того, что даст техника. И чем более продвинутая техника, более продвинутые компьютеры, более продвинутые модели становятся. Потому что, конечно, считать грубо говоря прогноз погоды на завтра и получить его только послезавтра, это никому не нужно, понятно. То есть здесь мы идем в связки. И на самом деле самые первые компьютеры появились как раз для того, чтобы прогнозировать прогноз погоды, чтобы прогнозировать погоду в 50-х годах прошлого века. Ну и вот сейчас мы говорим уже, конечно, не о моделях климата, не о моделях атмосферы и океана, а о Earth System Model. То есть мы говорим о модели земной системы, земной климатической системы. Ну какие-то отдельные методики применяются, чтобы посмотреть какие-то отдельные регионы. Ну например, региональные модели, там более берутся маленькие ячейки. Или, например, чтобы уточнить, что происходит с облаками, так называемой суперпараметризации происходит. Потому что что происходит с облаками – это самая большая проблема воспроизведения облачности. Например, в моделях это не так просто, потому что облака, они точно подсеточные, особенно конвективные. Они меньше, чем одна ячейка. и воспроизвести, где сформируется ливневое облако, и где пройдет дождь, это очень сложно. Представьте, у вас есть кастрюля, которую вы поставили греться на плиту. Вы можете заранее сказать, где у вас появится первый пузырь воздуха, вы греете снизу. Если у вас там нет явной царапины на дне, вокруг которой появится первый пузырь, вы никогда не скажете, где пойдут первые пузыри, если у вас равномерный нагрев. На нашей планете ровно то же самое. Земля греется сверху Солнцем за счет прозрачной атмосферы, и дальше она нагреет воздух, и у вас где-то появляется конвекция. Совершенно случайно. Она может появиться здесь, может появиться здесь. Если вы иногда видите прогноз погоды, 40% вероятность дождя, условно, ливневых. Опять метеорологи ничего не могут сказать. Но они не могут сказать просто потому, что это вообще нельзя сказать. То есть есть некая доля хаоса всегда. Мы можем с какой-то долей процентаж выдать. Мы уверены, что здесь будет конвекция, что она займет 20% территории. Но вот какой именно территории, заранее сказать сложно. То есть есть просто такие объективные причины. Но давайте мы от того, как мы изучаем климат, перейдем. А как он меняется? Вот пара картин. Ну, наверное, вот эти сейчас картинки, которые видели многие. Собственно, я больше концентрируется на первой части, чтобы вы понимали, почему все такие изменения есть. Ну, давайте посмотрим. Вот как менялась температура. Температура тут по 2018 год. Вот у нас последние пять лет самые теплые за всю эпоху инструментальных наблюдений. Вот была так называемая пауза потепления, когда все скептики снова говорили, что потепление замедлилось. Нет, мы опять пошли вверх. Вот это 60-летний цикл какой-то вылез. Вот здесь небольшой. В принципе, здесь 5 разных глобальных продуктов, показывающих рост температуры. И все они, в принципе, достаточно неплохо согласованы. Да, вот как менялась температура по сравнению с прошлыми событиями. Восстановлен по палеореконструкциям. Здесь надо понимать, что разрешение этих данных совершенно разное. Это чисто иллюстративная картинка. То есть сейчас мы знаем, грубо говоря, за каждый год… Опа, что это выскочило? Ай-яй-яй. Плохая картинка выскочила. Как-то при копировании совсем не то получилось, что хотел. Ну, ладно. И смотрите, ну вот здесь все правильно и вот здесь все правильно. Что у нас есть? То есть у нас были раньше периоды, когда температура была гораздо выше, чем сейчас. И на 12 градусов она была выше, и на 14 градусов была выше. Но вот за последние 2000 лет, вот у нас был небольшой период, средневековый оптимум. 0,1 на 0,2 градусов температура была выше, чем сейчас. Потом было вот это похолодание, так называемый малоледниковый период. И вот сейчас это глобальное потепление, которое мы наблюдаем, так называемое антропогенное глобальное потепление. И сейчас это 0,4. На самом деле вот эта красная кривая, она уже так до 0,8 должна уходить. То есть, в принципе, мы уже гораздо выше находимся, чем средний, вот этот оптимум средневековый. Вот здесь должна была быть картинка, где сравнивается 6000 лет назад. Это вот последний, вот этот вот, нет, 6000 лет назад, вот этот период, вот этот период. В принципе, мы тоже уже за него выходим, тоже уже температура выше, чем 6000 лет назад. Дальше, ну вот, были колебания, да, но в принципе, мы уже выходим за те показатели, которые наблюдались там в течение последних двух миллионов лет. История в том, что вот это, конечно, теплее было, но причины разные. И сейчас я немножко про них поговорю. Но изменение климата, это не только изменение температуры. Все тоже вот говорят, ну что вы смотрите, ну что такое глобальная температура? Ну это как средняя температура по больнице, у кого-то плюс 40, а кто-то уже остыл. Так и тут вот, ну что вы смотрите на температуру? Хорошо, давайте посмотрим на какие-то остальные показатели. У нас вот не только температура, у нас есть температура поверхности океана, у нас есть температура воздуха над океаном, у нас есть уровень океана. Самое важное, самое такое пугающее изменение климата, пугающий человек в первую очередь. Мы должны понимать, что все вот эти страшилки про климат, они, конечно, есть ущерб экосистему, но в первую очередь человек думает о себе, а ему большой ущерб идет, он как бы меняется весь его уклад. Ну вот уровень океана, он вырос вот за последние, там с начала 20 века на 20 сантиметров уровень океана вырос. Вот сокращается площадь льда в Арктике, растет температура в нижнем слое тропосферы, вот здесь у меня не показано, но дальше я покажу, сокращается температура в стратосфере, то есть там охлаждение идет, растет влажность воздуха, сокращается площадь снега, это ледники. Ну вот ледники, это самый, наверное, такой явный показатель, такие картинки. Если вас спросят, а вот как увидеть изменение климата? Ну, одному человеку достаточно сложно увидеть, но если прийти на ту же точку, откуда были сняты фотографии 100 лет назад какого-то ледника и сравнить, ну вот, например, это в Норвегии, в США и в Альпах. Вот три разных ледника. На самом деле все ледники, 97% ледников сейчас сокращаются. Если вот мы сравним фотографии, сделанные сейчас, там 100 лет назад, изменения будут, конечно, потрясающие. Важный момент еще, растет число природных катастроф. Энергетика планеты растет, энергетика атмосферы растет, растет конвекция. И проблема, конечно, в том, что растет количество природных катастроф. Вот смотрите, здесь красным показаны землетрясения, цунами, извержения вулканов. Это геофизическая катастрофа, никак не связанная с климатом. Это геология и никаких изменений. Зеленая – это, скажем так, тропические, это погодные, тропические, внетропические циклоны и конвективные явления. Шквал, торнадо, смерч, вот все вот это. И наводнения, это гидрологические, тоже связанные с климатом. Наводнения, селеополозни. И вот оранжевые – это волны жары, лесные пожары, засухи. Все три растут и дают нам такой достаточно серьезный рост числа погодных катастроф. Что в России, например, происходит? В России у нас тоже есть рост числа природных катастроф. Но тут вопрос, конечно, к методике немножко есть. Вот тут вроде как был небольшой скачок в методике. Но тем не менее, даже если мы отсюда посмотрим, у нас растет с 300 до 500-600 число природных катастроф. В России это в России по данным Росгидромета. Температура у нас растет, видите? У нас на самом деле температура, мы как северная страна, у нас температура растет быстрее, чем в среднем по планете. И вот, например, видите, вот если мы тут посмотрим, тут в районе нуля, аномалии, ну здесь аномалии 61-90-е, то сейчас мы выросли практически на 2 градуса температура растет. Вот у нас по полградуса за 10 лет прибавка температуры по нашей стране идет. Самые сильные изменения, ну в общем, они в переходные периоды отмечаются. Зимой достаточно сильная изменчивость, видите, прыгает от зимы к зиме. Ну а вот в какие-то периоды тут прям просто рост линейный. Ну на самом деле не только растет у нас температура, у нас меняется характер осадков. То есть вот если мы просто посмотрим на осадки, ну вот есть какое-то изменение осадков там 0,81 мм в месяц за 10 лет. Вот вам это что-то скажет? Наверное, ничего не скажет. Ну вот как-то немножко растут осадки. А если я вам скажу, что меняется характер осадков, вот синие это облажные, а красные ливнивые. Вот черные это общая сумма осадков, видите, практически меняется слабо, ну вот как тут показано. А вот характер осадков меняется, становится больше ливневых, меньше облажных. Примерно если там в 70-х они были поровну, то сейчас ливневые чаще где-то в два раза идут. Выпадает за счет ливневых дождей в два раза больше осадков, чем было до этого. Причем за счет сильных ливней, это мы тоже посмотрели. И есть кластеризация осадков. Вот если раньше, например, в течение месяца как-то дождевые периоды были более-менее равномерно расположены, у вас там три дня без дождя, дождь, три дня без дождя, дождь. Ну как-то так. А вот сейчас происходит такая вот кластеризация. У вас там шесть дней подряд дожди, а потом 25 дней без осадков. Что это вам даст? Шесть дней дождей вам даст наводнение, 25 дней без осадков вам даст засуху. Как бы это парадоксально не звучало, у вас общая сумма не изменилась за месяц, которая выпала. Но характер дождей изменился таким образом, что чаще дожди, чаще наводнение. Что еще есть? Ну сейчас мы от России опять глобально перейдем. Рост концентрации парниговых газов. О чем я говорил. Деятельность человека. Вот в 58-м году на станции Мауна-Лоа на Гавайях была установлена, собственно, вот станция киллингом по измерению состава СО2. Впервые стали мерить СО2. И вот смотрите, какой рост концентрации СО2. Если он начал с 310 частей на миллион, то сейчас уже 410. Это вот самые свежие данные за 13 ноября. Ну вот если сейчас зайти на их сайт, вот там будет за 13 ноября, у них там пара дней уходит на обработку. Ну там вот есть какой-то некий годовой ход. На самом деле весной было даже больше, 415 уже. Но тем не менее, вот рост потрясающий. На самом деле, если мы посмотрим по палеореконструкциям за эпоху доиндустриальную, то там будет где-то 280. То есть 270-280. В 274 здесь у вас на 50% выросло содержание СО2. Причем, видите, достаточно быстро. Ну вот в таком масштабе это не так пугает. Ну растет. А если мы посмотрим, собственно, те самые ледниковые керны, те самые пузырьки воздуха, о которых я говорил. Посмотрим состав СО2 в этих пузырьках, то вот было 200-250, 200-250, ну там под 300 было. А вот это наша прямая сейчас, которая уходит к 413. Вот на этом масштабе это просто абсолютная прямая, вертикальная. Если вы смотрели фильм Альберта Гора, он здесь очень драматично ездит на подъемнике, на кране, и рисует вот эту вот кривую. Ну, он такое шоу добавил, конечно, во всю эту тематику. Ну давайте посмотрим, а что будет с климатом в 21 веке. Здесь мы, как я уже говорил, очень сильно зависим от граничных условий. А какие у нас граничные условия? У нас граничные условия это солнечное постоянно, как будет меняться солнечное постоянно. Здесь мы спрашиваем солнечников. Какой будет цикл там? Ну вот они нам дают 11-летний. Сейчас есть прогноз о солнечниках о том, что в 50-х годах будет похожий на что-то минимум маундер. Опять там некое наложение, будет снижение солнечной активности. Окей, заложили это в модели. Вулканологов спрашивают, давайте, что с вулканами будет? Вулканологи нам ничего не могут сказать, что будет с вулканами. Вулканы никак в будущей проекции не закладываются, к сожалению. Дальше спрашиваем экономистов. Самый сложный хитрый вопрос, а что будет с экономикой глобальной? Как будет развиваться природа пользования? Как будет развиваться энергетический сектор? Как будет развиваться топливо энергетический? Как будет развиваться транспорт и так далее? Ну и, конечно, дают нам четыре прогноза. Что люди одумаются и быстро перейдут на низкоуглеродную экономику. Все, мы перейдем на возглавные источники энергии, CO2 и эмиссии сократятся. И вот этот бизнес as usual, так называемый, везде придут Трампы, которые скажут, не, ничего нету, все, мы вам не верим, все придумали. И вот будет вот такой сценарий. Ну и какие-то два сценария между ними, скажем так. Ну и дальше мы, честно, считаем наши модели климатические с тем, что нам дали все эти люди. Ну и вот, в принципе, в основном, если вы посмотрите какие-то отчеты, в основном любят смотреть, что произойдет при самом лучшем сценарии и при самом худшем. Хотя, скорее всего, реализуется, наверное, какое-то между ними. Ну вот, например, слева самый лучший, справа самый худший. Изменить температуры. Это конец 21 века относительно 86-го, 2005-го. Вот смотрите, как изменится температура. Вот у нас при самом лучшем сценарии вырастет на 1-2 градуса, а при самом худшем на 5-7 градусов вырастет, например, в России. В остальном мире там чуть поменьше вырастет. Кстати, обратите внимание вот на это вот пятно. Ну, в Арктике, да, полярное усиление за счет цепочки обратных связей, в первую очередь связанной со льдом. Уходит лед, становится теплая вода, открытая, темная, которая гораздо больше поглощает так называемое полярное усиление, которое обеспечивает более быстрое потепление в высоких широтах. Обратите внимание вот на это пятнышко. Достаточно хорошо модели как раз показывают похолодание в Северной Атлантике, о чем любят говорить, что гольфстрим замедляется. Как раз это на самом деле гольфстрим не замедляется, он немножко ослабевает в целом вот это вот большое течение, океанический конвейер. Но это проявление будет от силы вот в этом регионе, будет, если я говорю, опять же, самый лучший сценарий, небольшое похолодание, самый худший, просто более слабое потепление. Никакого похолодания из-за остановки гольфстрима не ожидается. Это как бы сразу, предупреждая вопросы какие-нибудь. Как изменятся осадки? С осадками вообще все очень сложно. Они изменяются, я уже показал, что они достаточно хитро изменяются. Вот это месячная сумма, но месячная сумма не всегда хороший показатель. Но, как видите, вот сухое, например, Средиземноморье, оно станет еще более сухим. А вот какая-нибудь влажная Арктика станет еще более влажной, условно. Или вот какие-нибудь влажные тропики вот здесь станут еще более влажными. Вот проблема в том, что многие районы, как бы и так получающие много влаги, станут еще более влажными, получающие мало, станут еще менее, более сухими. Изменяем площади льда в Арктике. При достаточно хорошем сценарии, скажем так, развития у нас лед сохранится. При самом сильном льда не будет летом. Но зимой он будет образовываться, потому что полярную ночь никто не отменит. Но он будет сезонным. Он за зиму сформировался, летом растаял. Летом открыта Арктика. Что такое открытая Арктика? С одной стороны, это Севморпуть открытый. Мне, кстати, дальше сейчас будет. Да, сейчас про Арктику еще поговорим. Ну и вот, например, рост кислотности океана. Океан пытается поглотить СО2 из атмосферы, пытается немножко демпфировать. За счет этого у него растет кислотность. Это, на самом деле, достаточно плохо для экосистем. Ну, про Арктику немножко чуть больше. Да, вот тут разные вот эти сценарии. Четыре. Вот смотрите по некоторым моделям. Ну, где-то к середине 50-м, 70-м годам, при самом худшем сценарии Арктика, станет сезон. Лед в Арктике станет сезоном. Арктика будет открытой. Вот, например, наши оценки. Наша лаборатория получена по продолжительности Севморпути. Это для нас плюс. Надо понимать, что открытый Севморпуть – это для нас плюс. Как бы не все плохо в глобальном потеплении. Для большей части планеты плохо. Для самых северных стран, типа Канады, России, есть, конечно, положительные стороны. Вопрос, перевешивают ли они отрицательные, это вопрос, опять же, наверное, к экономистам. Смотрите, какая история еще. Открытая вода в Арктике – это не только увеличение продолжительности Севморпути. Это еще и увеличение нагона волн. Раньше льдом закрывался лед, был как такой щит, через который волны не шли. Ну, просто все покрыто льдом, волн нет. Сейчас начинается активное волнение в Арктике. То есть это для судов, надо понимать, что уже более сильное волнение. Но даже дело не в судах, а в том, что с севера наша территория сложена вечной мерзлотой, которая тает. Теперь представьте, что был берег, сложенный вечной мерзлотой, достаточно устойчивый. Был морской лед, никакого волнения, все было устойчиво. Теперь начинается волнение отсюда, плюс рост уровня океана. А вечная мерзлота тает. Что происходит? Мы теряем территорию с севера. У нас просто за счет волнения волны разрушают землю, разрушают побережье. Не только у нас, Аляска, Канада, Россия теряют территорию с севера. Ой, кто-то куда-то уехал, какая-то картинка лишняя. Да. Ну ладно. Вот это какая-то лишняя картинка здесь вылезла. Здесь что произойдет с океаном дальше? Да. Вот здесь был рост температуры океана. Вот здесь вот. А вот здесь таяние ледников. И вот как они будут вкладываться в рост уровня океана? Вот смотрите, синяя – это рост уровня океана за счет таяния ледников. А красная – это рост уровня океана за счет того, что он становится теплее. Все вы знаете, что теплая жидкость занимает больше объем. То есть вот по сути красная, ну она доминирует, более теплый океан занимает больше объем при той же массе. Но масса тоже растет за счет просто таяния ледников. И в принципе там опять же где-то к концу 21-го, здесь до конца 23-го века, ну к концу 21-го века оценки порядка от полуметра до метра мы можем прибавить в зависимости от того, что мы и как мы будем делать. Вырастет кислотность океана, потеряет океан кислород. Это очень… ну не то что потеряет, но кислорода станет меньше. Это очень плохо, например, для рыбного хозяйства. Опять же, это я уже показывал, изменения площади льда в Арктике. Изменения снежного покрова в принципе сокращаются и тает вечная мерзлота. Что еще важно? Изменение климата, оно ведет к учащению погодных аномалий, я уже показывал. Ну например, как? То есть вот у вас некая опять же наша кривая температуры. Как может изменить… как может климат измениться? То есть как может вот эта кривая измениться? Ну она может просто сдвинуться, например, взять и вправо сдвинуться условно, и у вас будет меньше там холодных и больше теплых, больше каких-то теплых явлений. А может у нее измениться, средняя остаться тем же, но, например, изменчивость вырасти. У вас станет больше и холодных, и теплых периодов. А может и то, и то измениться, например, и средняя сдвинуться, и асимметрия, скажем так, изменится симметрия. У вас станет там меньше холодных, ну или почти останется только же, но больше теплых. То есть, в принципе, это тоже рассматривается, как рассматривается на эти прямые, и ученые делают вывод о том, что количество жарких таких периодов будет расти. Ну, вот немножко про погодные катастрофы в России, какие нас ожидают. Пугать не хочу, но так вот, чтобы вы знали, что мы как бы видим. То есть, опять же, за счет полярного усиления, за счет того, что в тропиках теплеет не так быстро, как на полюсах, у нас уменьшается вот этот перепад температуры. Не знаю, представьте себе, что у вас есть наклонная поверхность, и у вас с него идет река, течет река. Горная река, она ровно течет. Теперь представьте, что вы уменьшаете вот этот наш перепад температуры, экватор-полюс, он у вас уменьшается, просто потому что полюс теплеет быстрее. Уменьшается перепад, горная река становится равниной, у вас начинается меандрирование. Я просто сейчас это условно вам, чтобы вы поняли, что происходит. Роль вот этих рек выполняют струйные течения и атмосферные фронты, на которых формируются циклоны и антициклоны. И к чему все это приводит? Это приводит к тому, что у нас меньше ослабляется зональный перенос с Атлантики, усиливается меридиональный перенос с севера или с юга. Реализация таких меридиональных переносов, она в основном происходит в блокирующих антициклонах. Если в москвичи в 2010 году здесь были, наверное, помните такой антициклон на себе, кто был, кто застал, стоял долго такой блокинг и был очень жарко. Этим летом была ровно та же ситуация, но мы были в другой стороне этого блокинга. Мы были в холодной части этого блокинга, к нам приходил постоянно просто заток холода. То есть основная жара была в Европе, там три волны жары было за это лето, там 42 градуса, 44 было во Франции. А у нас как бы все время к нам сваливались эти холодные циклоны тоже. То есть вместо зонального переноса у вас становится вот такой перенос с юга и с севера идет. В 2010 году, когда было очень жарко в России, на европейской территории было холодно в Сибири. В Москве была жара, а в Сибири-то было холодно. А в этом году все ровно то же самое, только сдвинутая на запад. В Европе жарко, а у нас холодно в Москве. И в принципе мы показываем, что вот с изменением климата возможно учащение таких событий. И вот эти вот холодное лето, там 2019 в Москве, оно не сыграло особой роли. Июнь и июль были самыми жаркими за всю историю метеонаблюдения на планете в целом. Надо было, вот я не привел, надо было сюда карту аномалий привести, там вся планета красная, и у нас вот такое синее пятнышко. А вот ожидается рост интенсивности конвективных процессов. У нас, я уже говорил, больше становится сильных ливней, у нас больше грязовой активности, и у нас есть рост числа воздушных смерчей. Вот сейчас под моим руководством идет большая работа тоже. Мы изучаем климатологию смерчей, мы показали, что смерчей в России гораздо больше, чем вообще думали раньше. И что смерч, это такая на самом деле для нас, ну и редкое явление, но не такое, чтобы суперредкое. Порядка 100-200 смерчей каждый год в воздушных. Это не водные, это не на Сочи, которые вот там около Сочи тонкие такие формируются. Это именно а-ля торнадо. 100-200 штук формируются на территории России каждый год. Порядка 10-20 достигают, скорость ветра в них достигает 50 метров в секунду и больше. В 2-3 — 70 метров в секунду и больше. Мы нашли очень много лесов, очень много смерчей в лесах по ветровалам, например. Тоже опровергаем такое типичное мнение, что в лесах смерчей не бывает. Бывает еще как. Ну вот опять же, я говорю, рост температуры, переселения осадков, вот это я уже показывал. То есть у нас рост риска наводнений, засух и лесных пожаров. На Дальнем Востоке, вот что мы видим, что мы ожидаем интенсификацию мусонной активности, а значит вот наводнение на Амуре 2013 год был, это может повториться история. Кроме того, например, у нас были исследования, рост температуры поверхности Черного моря приводит к тому, что конвекция в районах причерноморских развивается по типу глубокой, по типу тропической конвекции. И, например, мы показали, что вот ливни в Крымске в 2012 году, которые привели к гибели 150 людей, но там, конечно, не сами ливни привели, там, скажем так, плохое информирование населения, плюс еще там засоренные дамбы и так далее. Но вот сами себе дожди, скажем так, вот сильные дожди, которые привели к мощному стоку, они были вызваны именно тем, что Черное море очень теплое стало. То есть вот мы смоделировали, грубо говоря, прохождение циклона через теплое море, которое было в 2012 году, и какие бы дожди были, если бы в 1970 году проходил такой же циклон. И в 1970 году в Крымске выпало бы миллиметров 40 осадков, а в 2012 за счет теплого моря выпало 150 за сутки, и, кажется, там под 300 за двое. А вот, например, изменение климата, ну, собственно, негативные последствия для всей планеты. Ну вот опять же, рост уровня океана, я говорил, на 2-3 за счет термического решения. К чему это придет? К затоплению территории, к исчезновению просто нескольких островов или нескольких просто стран. То есть вот некоторые страны сейчас, которые в океане, они просто покупают себе территорию в другой стране, понимая, что через несколько лет их страну может просто затопить. Рост частоты, волн жары и рост засушливости. Ну вот, например, количество людей вот сейчас, в 2010 и в 2010 году, ожидается, которые будут жить. Вот, в супер-жарком, эрит, как бы, в супер-засушливом климате, в гипер-засушливом, в засушливом, в полузасушливом и в нормальном. Как видите, количество людей, которые будут жить в очень сухом климате, растет. Здесь проблема только что изменение климата, но и роста человечества, как раз, которое основной происходит в Африке и в Азии, наиболее подверженным вот этим изменениям. Но тем не менее. А это что значит? Это значит, что вот больше людей будет жить в экстремальных условиях. Например, пару лет назад на Ближнем Востоке сформировалась такая погода, которую, в принципе, человек не может выдержать физиологически. То есть настолько влажно и жарко было, что люди умирали через два часа, просто находясь на улице. А это значит, что, в принципе, это может сформировать некие климатические беженцы. То есть есть богатые люди, могут сказать, все, я в этом климате жить не могу, но бедные могут по-другому все. Может ситуация быть сильная засуха в каком-то регионе. Может привести, например, к неурожаю. Неурожай приводит к голоду, голод приводит к нестабильности, нестабильность может привести к войне, война приводит к числу беженцев. В принципе, есть работа показывает, что в Сирии реализовался именно похожий сценарий. Что именно сильная засуха, которая привела к голоду, сформировала вот тот поток беженцев. Ну, понятно, что там были некие политические решения, но тем не менее. То есть здесь такая связь неопосредованная, но она тем не менее есть. Ну, опять же, о чем я говорил, сухие места станут более сухими, увлажненными, более влажными. Результат – негативное влияние на сельское хозяйство и продовольственную безопасность. Проблема еды, то есть как бы изменение климата, они приводят к тому, что у нас проблема еды, проблема продовольствия, она становится как бы… Опять же, но она и так есть, поскольку количество людей в Фирме растет, но тем не менее. Тайние ледников. Очень многие страны зависят от пресной воды, которая стекает из ледников. То есть вот горы, горные реки питают их, дают им воду. Вот все эти, представьте, ледник исчез. Все, у них не будет вот той самой питьевой воды. Тоже это как бы проблема. Ну, что у нас еще? Вот рост кислотности, уменьшение содержания кислорода в океане, они приводят не только к исчезновению к системе, но и к сокращению популяции рыб. А значит, опять же, к продовольственной проблеме. Ну, рост интенсивности чистоты экстремальных погодных явлений. Опять же, это некий экономический ущерб, рост числа жертв. Ну, вот если мы посмотрим, скажем так, цена климатических изменений, то наибольшая цена, это ВВП, насколько я понимаю. Процент ВВП стран, который будет тратиться на предотвращение, на непредотвращение, а на, скажем так, противодействие связанными с изменением климата процессами. Ну, и вот, например, видите, что Африка, Азия, они больше всего будут страдать. То есть там более 10-15% ВВП просто будет уходить на то, чтобы бороться с последствиями изменения климата. Ну, и давайте последнее. Вот, собственно, еще, чтобы вы, как бы, конечно, все уже уснули, я понимаю, кислорода тут мало. Кстати, по поводу кислорода тоже важный момент. Рост концентрации СО2 в атмосфере, который сейчас уже 400, если мы не остановимся, будет 500, 600, 700, он плохо сказывается на когнитивных функциях человека. Вы знаете, да, что, например, там больше 1000 ppm, больше 1000 концентрации, больше 1000 частей на миллион уже достаточно плохо. Если у кого-то есть домашняя метеостанция, она пищит, там говорит, давай проветривай помещение. А представьте, что за окном тоже будет все время 1000 ppm. Там никак не проветриваешь уже, все. То есть это такая связь без температуры, без каких-то, вообще без климата. Просто химический состав. Да, да, да. То есть когда люди начинают глупеть с изменением климата. Ну, давайте вот, чтобы зафиксировать, вот, собственно, какие основные доказательства, каковы ваши доказательства, да, вот. С чего взялись вообще человек? Это частый вопрос, который приходится слышать, который приходится отвечать. Ну, немножко про историю вообще, чтобы вы понимали, когда все началось. В 1627 году Жозеф Фурье, он впервые описал механизм вообще вот парникового эффекта. То есть чтобы понимать, что парниковый эффект, он уже насчитывает почти 200 лет. Вот сам механизм этого парникового эффекта, его еще 200 лет назад изобрели. Не изобрели, а описали. Экспериментально уже в 1659 году его Тиндал померял. В 1696 году Арениус впервые на простой достаточно модели посчитал рост температуры в зависимости от удвоения СО2. Что будет? А вот дальше, в начале 20 века, собственно, вот Экхолем и Пойтинг, они сформулировали вот этот термин парниковый эффект. Дальше календар проследил связь реальных наблюдений температуры и СО2 в атмосфере. Ну, в принципе, вот в 30-х годах все это как-то более-менее затихла история. В 50-е годы, очень важный момент, ЗЮС обнаружил, чуть расскажу дальше, так называемый эффект ЗЮСа, он обнаружил снижение концентрации изотопа С14. Это очень важное доказательство того, что углерод в атмосфере, часть углерода как раз происходящая за счет сжигаемого топлива, это изотопное доказательство. Растет концентрация С12, изотопа С12. Это изотоп, который поступает как раз от сжигания ископаемого топлива. Сокращается с концентрацией изотопов С13 и С14. Ну, вот ЗЮС впервые по С14 отметил это, потом были там взрывы ядерные, нельзя было уже использовать вот этот момент, но стали С13 смотреть. Ну, в 56-м году Киллинг открыл обсерваторию Маунулоу, стал вот виден этот рост непосредственный СО2. В 69-м году Михаил Иванович Будыко, ну, тогда он еще не был академик, будущий академик, и вот Селлерс в США при достаточно, опять же, простых моделях, энергобалансовых показали, что при удвоении СО2 будет рост температуры. И уже в 60-х годах, тогда, кстати, температура немножко падала, если вы вспомните изменение температуры, там было такое некое снижение температуры в тот момент. И тогда ученые одни говорили, будет похолодание, другие будет потепление. Вот тогда на фоне похолодания Будыко говорил, что у нас продолжается рост эмиссии СО2, мы продолжаем жить в углеродной экономике, и концентрация СО2 будет расти, и, значит, собственно, температура тоже будет расти. В 75-м году появился, наконец-то, этот термин «глобальное потепление». «Глобал ворминг» в журнале «Сайенс» был опубликован через год. В принципе, в метеорологии Будыко и Винников тоже у них была статья «Глобальное потепление» называлась. То есть, ну вот где-то почти сколько, 50, ну, 45 лет, 40 там, да, 45 лет уже этому термину. В 79-м году правительство США дало задачу посчитать уже на более-менее хороших климатических моделях. Собственно, давайте уже посчитайте на нормальных трехмерных моделях, не простых энергобалансовых, а вот трехмерных, которые показывал, что будет при изменении СО2. Вот две, как бы, руководил Чарни этой группы, две бригады были, одна под руководством Монаби, другая под руководством Хансона, посчитали. Вывод у них был, климат потеплеет. Один говорил на 4 градуса, другой говорил на 2 градуса, но неважно, климат должен теплеет. И вот с этого года начинается, собственно, вал таких статей научных на эту тематику. И вот в 88-м году формируется международная группа экспертов по изменению климата при ВМО и ООН, она была сформирована. Задача которой собирать информацию, вот, собственно, аккумулировать информацию из статей научных и, как бы, обобщать и делать некие оценочные доклады. Там очень важный момент, который прописан в МГИК, что они только сообщают политикам, что происходит с климатом, и ни в коем случае не влияет на саму политику. То есть они не предопределяют действия политиков, они только дают, собственно, данные, как бы наши знания, аккумулирующие знания. Ну и вот несколько докладов было выпущено. Вот в 13-м, 14-м году пятый доклад был выпущен. И, да, ну вот за четвертый доклад в 17-м году была присуждена премия мира, Нобелевская премия мира вот этой группе. В 99-м году важный момент, вот подоспели эти керны из озера Восток, стало понятно, что это абсолютно беспрецедентный рост. Ну и вот в 15-м году впервые напрямую померили, как меняется радиоценный форсинг именно от увеличения CO2 в атмосфере. Вот действительно у него такой рост идет. Ну, собственно, вот еще раз про изотопное доказательство. Вот по кольцам померено вот это вот увеличение, уменьшение С14 в атмосфере, потом пошли взрывы, дальше было использовать нельзя, но вот видите, тут достаточно слабое, а потом пошло. А сейчас смотрят на С13, тоже он уменьшается по сравнению с С12. С12, еще раз напомню, это чисто из зажигания ископаемого топлива. Еще есть важный момент, сокращается кислород. Если бы, даже не сам кислород, а соотношение кислорода к азоту, если бы CO2 имел бы естественные источники, то есть просто CO2 поступал из океана или напрямую, как CO2 или из болот, то в составе атмосферы абсолютно вместе бы и азот уменьшался, и кислород. Но этого не происходит. Почему? Потому что на сжигание ископаемого топлива тратится кислород из атмосферы, и как раз видите совершенно зеркальный ход, рост CO2 в атмосфере, снижение кислорода, ну не кислорода, а снижение вот этого отношения кислорода к азоту в атмосфере. Тоже доказывает это. Беспрецедентность изменений, повторюсь еще раз, вот эти вот абсолютно вертикальные прямые. У нас плюс есть вот этот вот баланс углерода, где у нас совершенно не... Вот эти вот малые потоки, они не сбалансированы, они увеличивают даже, увеличивается сток, например, в океан. То есть в океан становится стоком, а не источником, тоже за счет того, что вот этот вот увеличит. То есть у нас есть просто оценки баланса углерода, которые нам однозначно говорят о том, что углерода становится больше. Вот это вся совокупность наблюдений, рост температуры, сокращение температур в атмосфере, рост теплоемкости океана, радиационные измерения, отсутствие трендов в рядах других факторов, то есть у нас солнечная активность не меняется, вулканическая ничего нет. Вот тоже нам говорят о том, что ну все как бы, это человек. Ну и таким заключительным фактором, который действительно определяют уже однозначно, это изменение климата по модельным расчетам. Вот если взять хорошие современные модели, вот включить только естественные источники, то моделировав бы климат красным вот так, а реальность вот так уходила. Вот только антропогенные немножко было бы выше, и в принципе вот антропогенные плюс естественные, мы абсолютно хорошо попадаем в ту температуру, как у нас она реально меняется. То есть вот тут мы бы недооценили там похолодание из-за вулканов, а здесь все достаточно неплохо воспроизводится. Это тоже очень важный момент, что модели могут корректно воспроизвести изменение температуры, только если учтут антропогенные воздействия. Ну и вот, например, хорошо, вопрос, оправдывается ли этот прогноз климата-то уже сколько лет прошло, вы там прогноз дали 40-30 лет назад. А давайте уже посмотрим. Ну все-таки прогноз, его оправдываемость, это говорит о качестве, о разработке вообще, о том, насколько ваша наука продвинута. Многие не считают климатологию вообще наукой. На самом деле это хорошо продвинутая наука. Ну и вот прогноз данный был Хансеном в 88-м году. Вот он дал три сценария, красный, синий и зеленый, в зависимости от того, что мы экономисты сказали. Вот он говорит, что температура будет расти так. Вот черная, как она реально растет? Ну достаточно хорошо, то есть это вот можно проверить. Вот он в 88-м году дал вот здесь вот, и вот как температура выросла. Вот она действительно выросла, работает прогноз. А если сравнить его прогноз с прогнозом Линзена, который является ярым скептиком и отрицателем антропогенного воздействия. В общем-то, были исследования показывают, что достаточно активно нефтяное лобби, его исследования все спонсировали. Вот он говорил, что вот так будет климат меняться, а Хансен говорил, вот так. Ну вот, давайте посмотрим температуру так. То есть, грубо говоря, если бы вот тут ставили бы деньги, там пари бы заключали, вы на Линзена, вы на Хансен, ну кто на Хансен, тот бы выиграл. То есть, в принципе, ну и последнее, самое последнее. Ощущаем ли мы? Почему мы с вами не можем ощутить глобальное потепление? Вот мы с вами выйдя на улицу, говорим, ем, опять холодно. Опять нам врут ученые, говорят, какое глобальное потепление? Опять же, про это лето вспомните. Проблема в том, что мы с вами, как человек, который выгуливает собаку, мы смотрим за собакой, за то, куда она побежит. И вот как, вот ее следы. Она то там влево побежала, то вправо побежала. И вот нам кажется, что это климат. Это не климат, это погода. Климат это нам надо оглянуться назад и посмотреть на наши следы. Тогда мы можем сказать про климат. Проблема в том, что человек сам по себе, ну если вы не ведете дневник погоды, то вряд ли вы вспомните, какая погода была, как она менялась за последние 20-30 лет. Тут, конечно, надо смотреть на наблюдения, надо смотреть на цифры, то, что говорят метеостанции. Но тут была интересная работа такая в 2011 году, когда люди в разных странах почувствуют на все изменения климата. Очень сильно зависит от того, насколько изменчива погода в этих странах. Вот люди вблизи экватора, они уже почувствовали, вот они уже в районе 2020 года, видите, у них вот красная, она уже вылезает за их серую, за их обычную погоду. А в России, например, у нас даже в конце 21 века, в принципе, будут какие-то реализовываться такие погоды, которые сейчас есть. То есть, в принципе, мы можем, наверное, и сами на себе в России и не ощутить изменения климата. То есть, вот личные ваши ощущения, они не показатели, не надо на них опираться. Теория ученых. Я могу это пропустить и оставить на вопросы, потому что часто идут вопросы, а вот это вот, а вот это вот. Я постарался свести максимально, собственно, какие бывают теории. Ну вот нас скоро ждет глобальное похолодание. Очень часто можно услышать, что нас скоро ждет глобальное похолодание. Все геологи, ну не все, но многие геологи говорят. Ну хорошо, давайте посмотрим, когда скоро. Проблема в том, что скоро для них это там 10 тысяч лет. Ну как бы нам от этого не легче, там через 10 тысяч лет параметры орбиты могут измениться таким образом, что они будут способствовать вот те самые циклы Миланковича похолоданию. Сейчас есть работы, показывающие, что СО2 настолько в атмосфере уже много, что вот этот переход на цикл оледенения через 10 тысяч лет не случится. И что может быть следующее похолодание, вот ледниковый период, только через 100 тысяч лет произойдет. То есть это еще под вопросом эти 5-10 тысяч лет. Но в ближайшее время точно не будет. Никаких изменений астрономических параметров сейчас нет. Есть еще главный фактор солнечной активности, галактические лучи. Это что-то происходит в галактике, что мы еще не знаем. Наверное, вы слышали такие фразы. Ну, можно на это все списывать. Но ученые на 99,9% уверены, что это человек. Что да, мы списываем на то, что мы что-то не знаем. Но все, что показывает сейчас, солнечная активность, тренда нет, галактические лучи есть, что они типа на облаках влияют, в облаках тренда нет. Никакого влияния на то, что вот растет СО2 условно, просто вот какими-то космическими, не космическими тут плохими, быстрыми темпами, никак солнечная активность объяснить не сможет. Как может солнечная активность объяснить изменение затопным составом? Никак. Антропогенные потоки слишком малы, вулканы дают больше. Это тоже можно услышать. Вряд ли вы увидели цифры, но цифры на потоках от вулканов и на потоках от СО2 различаются в 100 раз. В 100 раз люди, эмиссии СО2 от людей в 100 раз выше, чем от вулканов. Вулканы в 100 раз меньше дают. То есть вот просто помните об этом, что один вулкан, это все лишь один, не один вулкан, а все вулканы, это лишь один процент от атропогенных потоков за год. Ну и вообще, что слишком малы, но да, они меньше, чем потоки от суши, меньше, чем потоки от океана, но они не равновешены. Проблема в том, что все вот эти большие потоки углерода от биоты или из океана, они уравновешивались в течение там длительного времени, сотен тысяч миллионов лет. А тут пришел человек, который начал очень быстро сжигать. Пытается биота, пытается океан немножко демпфировать. Вот те 10 гигатон, которые имитируются человеком, 5 примерно поглощается. Дополнительно стало быстрее поглощаться океан, но 5 остаются в атмосфере. И вот проблема в том, что они не уравновешены. Водяной пар, главное антропогенный газ. С этим вообще никто не спорит. Парниковый эффект 33 градуса, а антропогенная добавка всего лишь вот 1 градус. Как бы не вопрос. Климат менялся все время, были более теплые периоды, было, да, но тогда были свои причины. У каждого изменения температуры были свои причины. То есть тут идея посмотреть на причины, а не на кривую температуру и чисто статистически к ней подойти. Это тоже неправильный подход. Ну и, конечно, к парниковым газам. Так быстро они не росли, ну, по крайней мере, за последние 2 миллиона лет. Ну и есть единичный обратный пример. Например, некоторые ледники нарастают. Ну да, они могут нарастать. Это типичная жизнь ледника. Если становится более влажным, он нарастает за счет снега, но потом как бы он начинает таять. И просто те ледники, где нарастают, ну, например, в Антарктиде, там восточная Антарктида, чуть-чуть стало больше снега. Ну, просто там стало теплее. Там было настолько холодно, что снег не шел, стало чуть теплее, по-прежнему холодно, стало чуть теплее, стал снег идти. Ну, стало нарастать, да. Это восточная Антарктида, а западная, например, раскалывается. То есть это тоже не доказывает того, что климат не меняется. Ну и важная проблема, которая мешает нам, климатологам всем, это, конечно, политизированность темы. Очень много услышать можно о том, что все глобальное потепление придумано политиками, это все в зависимости от того, на кого вы смотрите, либо это придумали западные либералы, либо придумали китайские коммунисты, можно совершенно противоположные точки зрения услышать и так далее. Глобальное потепление это результат лоббирования вообще в основе источников энергии, это все зеленые экоактивисты и так далее. Опять же, это все такая шелуха, есть физика климата, которая вообще никак не связана с политикой. А есть политики, которые видят, климат меняется, надо что-то делать. Есть там, например, предприниматели, они понимают, ага, климат меняется, политики скорее всего подумают, что надо что-то делать, ага, они скажут, давайте разрабатывать в основные источники энергии, давайте вкладываться в основные источники энергии. То есть цепочка другая. Не надо ставить с ног на голову. Все-таки есть изначальная физика климата, а есть политики, которые действуют уже по тому, что им говорят. Но да, я-то говорю, к физике никакого отношения не имеет. Ну и все, вот это я оставлю здесь. Просто не буду уже озвучивать это. Я вас здесь жил немножко, извините, пожалуйста. Все, спасибо. Спасибо вам, Алексей Тантор. У нас осталось совсем немного времени на вопросы. А поднимите, у кого есть вопросы, руки. Не так много. Ну вот я думаю, как раз вот 3-2-3 вопросы мы успеем, если по-быстрому, задать. Пожалуйста. Спасибо за интересную лекцию. Я слышал такую страшилку, что если ничего не делать, то можно стать как на Венере. Вот это вот сравнение Земли с Венеры. Ну вот, на мой взгляд, это кажется очень абсурдным. Что может прийти? Ну вот ваше мнение. Потому что, например, судя по предыдущему графику, где была реконструкция там в какой-то там триасовый, карбоновый и так далее периоды, там были намного более высокие пики, значительно-значительно более, чем вот эти микроколебания, по сравнению с ними, да, которые вызывает человек. Все правильно, да, не будет у нас Венеры, но просто потому, что у нас изначально другие условия, расстояние до Солнца у нас другое, мы просто дальше. Но у нас вот убегающий этот парниковый, скажем так, рановый гринхауз эффект у нас не должен реализоваться. Это такая страшилка, нет, этого не будет. Да-да. Здравствуйте, спасибо тоже за интересную лекцию. Вопрос тоже касаемо Венеры. Вот, исходя из того, что Вы сказали, что климат имеет циклический характер, то есть если отключить воздействие человека на климат, то будет на планете либо там сначала зима, потом полная жара, потом полная зима, и это будет вот иметь такой циклический характер. А получается, у Венеры, ну, на ней тоже когда-то будет вечная мерзлота, или все-таки это непозволительно из-за близкого расположения Солнца? Да, непозволительно. То есть, да, это все определяется еще, говорю, положением. Но, конечно, те картинки, что я показывал, так вот цикличные, это все-таки были некие такие визуальные, умозрительные картинки в реальности полного замерзания там и потом полного расстаивания, но оно это как-то все-таки некое приближение для понимания того, как работают обратные связи. Это была вот чистая картинка для того, чтобы понять, как работает обратная связь, связанная с тем или с другим. Какие самые экстремальные были значения для температуры в прошлом? Какой был самый жаркий и самый холодный? Ну, опять же, мы говорим про палеореконструкцию. Вы сейчас имеете в виду в инструментальных наблюдениях или палеореконструкция? Палеореконструкция. Ну, палеореконструкция плюс 14 по сравнению с современностью из того, что восстановили. И были времена, я не показывал, когда была 2000 концентраций CO2, например. Но была совершенно другая растительность и другая вулканическая активность в тот момент. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Можно еще раз вернуться к тому слайду, где вы показывали графики влияния естественных и антропогенных факторов? Просто хотелось узнать, что значит черная и красная линия? Черное – это наблюдение, а красное – это среднее по моделям. А вот можно ли сказать в процентном соотношении естественные и антропогенные факторы, в каком они процентном соотношении влияют на изменение климата сейчас? Рост весь, который сейчас наблюдается, он связан все-таки с антропогеном. Спасибо. По большей части. Нет, но есть в некоторых районах называть, например, в Арктике было наложение 60-летнего цикла и потепление. И там были оценки такие, что в северном полушарии, точнее в России, там 50 на 50 было. Но это такое, мы сейчас скатываемся в такие цифры приблизительные. Точно вам тут не скажет, наверное, никто. Но вот именно то, что мы наблюдаем, вот это превышение температуры, оно обуславливается в большей части антропогена. Антропоген был как триггер такой, да, накладывается некая изменчивость на все это. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ